Интеррадио для вас 7 дней в неделю. И внимательно слушаем. Мы понимаем и сознаем, что Христос сказал, что без меня вы не можете делать ничего. Поэтому, начиная нашу радиопередачу, я попрошу брата Леонида совершить молитву, и мы будем продолжать. Дорогой любящий Господь, мы сердечно благодарны, что вновь можем склониться к предвлечиям Твоим, сознавая полную ответственность от Тебя. Господь, Ты дал нам живое слово, даешь нам время размышлять над этим словом, вникать в себя, в учение. Очень скоро Ты придешь, и все признаки говорят о Твоем скором приходе. Благослови, Господи, чтобы эти передачи были полезны для нашего назидания, для назидания радиослушателей, для нашего духовного роста и для состояния ожидания встречи с Тобой. Чтобы, когда Ты придешь, посмотреть Тебе в глаза и сказать, вот Бог, на Котором мы уповали. Благослови нас, благослови радиослушателей, руководи нашим общением. Слава, благодарение Тебе за все, великому любящему Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь. Аминь. Если Вы помните, дорогие друзья, прошлую пятницу мы посвятили нашу передачу вновь вот этому месту, о котором написан автор Священного Писания, Евангелие от Луки, записал такие слова, что, вот это восьмой стих 18 главы от Луки, «Сын человеческий придя, найдет ли веру на земле?» Мы много рассуждали, много было таких вот за и против как бы мыслей, были звонки, интересовались. И я верю, что если нас еще слушают, и если Господу угодно, вот это то время, которое мы здесь занимаемся и вещаем в эфир, и Господь благословит, то мы вот еще порассуждаем, друзья. Это на первый взгляд вроде бы как бы простое место, как бы, ну, как братья принято говорить, рядовое место, да? Не то, что там какой-то золотой стих, хотя каждый стих в Священном Писании, он как золотой стих должен быть для нас. Вот. Но вот это сомнение, которое автор Священного Писания поставил, как бы, вопрос, «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Я полагаю так, что то, что Христос пришел на эту землю посеять и принести веру, чтобы люди имели эту веру в Иисуса Христа, как Сына Божия, имели веру в живого Бога, и говорить сегодня, что Христос вот пришед, найдет ли плоды того труда, который Он совершил, который Он принес. Братья, может быть, я что-то не так говорю, но вот мысль, она как бы напрашивается, вот, задать такой вопрос и нашим радиослушателям, ну, и нам, вот, ведущим эту передачу. Пожалуйста. Видишь, я размышлял над этим стихом очень много и так искал, ну, искал в местах Писания. И тут написано, но «Сын человеческий, придя, найдет ли веру где?» На земле. На земле. А мы читаем. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и у умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем куда? На облаках. На облаках. Встретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга семи словами». То есть, церковь, церковь, встретиться с Иисусом Христом не на земле, а на облаках. Вопрос не в этом сейчас стоит. Не о том, где церковь встретится с Иисусом Христом. Слово «придя» это говорит о втором пришествии. Будущее, понимаешь? Поэтому... Считается, что Христос, когда говорил эту притчу, Он на земле... Он говорил об израильском народе. Он был на земле. Он говорил притчу. Он показывал своими делами, жизнью, чудесами, являя Отца Своего. Он говорит, я ничего не делаю от себя. Но что мне повелел отец, я выполняю волю Его. То есть, Он, как представитель Бога Отца на земле, как... Ну, Он понимал, что из закона, из пророков, из псалмов, явственно, что Бог один. И написано, что... Слушай, Израиль. Господь Бог единый. Есть Бог. И не сделай себе кумира. Дальше вы знаете. Вопрос в том, что... Говорить открыто, что я Бог, Он не мог в то время. Но... Вопрос в том, что автор этого Писания, Евангелия, ставит вопрос. Сын человеческий пришед... Куда? Придя в других... Ну, здесь вот у меня написано. Сын человеческий придя. Найдет ли веру на земле? Придя. То есть, вот... Ну, я не знаю. Может быть, я не прав. Я всегда даю себе 99% то, что я не прав. Вот. Но... Как бы со стороны глядя на окружающий мир, на людей, которые вот тут собрались, и как бы Христос говорит, вот, пришел на землю найти веру в людях и найду ли я ее? Конечно, не найдешь, если люди не уверуют в тебя, если ты себя не представишь или не покажешь, не явишь себя вот в тех делах, в тех действиях, которые, кроме как, это подвластно только Богу делать такие дела и чудеса. Ясно, что найдет веру на земле. Тут вопрос задается, а мы должны ответить на него. Пожалуйста. Да, очень интересная мысль и вопрос разбирается у нас, братья. Я думаю, вы обратили внимание, когда мы читаем 18 главу, мы видим, что здесь очень различные вопросы поднимаются. Вот. Вначале Господь говорит о притче, что нужно молиться, не унывать. Значит, он дает пример о неправедном суде, рассказывает. Затем, если мы немножко ниже посмотрим, он говорит о том, чтобы пускали детей приходить к нему, он благословляет детей. Дальше он объясняет, как войти в небесное царство, и объясняет о том, что трудно, кто надеется на богатство, войти в небесное царство. Эту мысль. Вот. Затем он рассказывает о своей смерти, которая приближается. Вот. И в конце этой 18 главы происходит исцеление слепого. Очень многие различные моменты жизни Иисуса Христа. Много событий. И они очень разнообразные. И вот вдруг, в середине этой 18 главы, мы берем эту 8 стих, и читаем то, что он сказал. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Мне кажется, что мы можем сейчас рассуждать, какого времени касается высказывания Иисуса Христа. На облаках, или, может быть, на земле, когда Он придет. Первое, второе. Но если мы посмотрим все эти события, Иисус хочет обратить внимание, что и молитва, и благословение детей, и исцеление больных, и подготовка к Небесному Царству, заключается в основном. Это те, кто имеет веру, могут вот это все совершать, и, как сказать, это может происходить. А без веры... То есть, могут надеяться на что это. Да, надеяться. А без веры, фактически, ни благословения детей мы не имеем, да? Мы же приводим детей с верой, что Христос благословит. Исцеление больных, мы приходим опять с верой, что Христос исцелит нас, да? То есть, иными словами, мы уже имеем экспириенс и опыт, мы знаем, что Христос может. Да. И мы верим, что Он это сделает. И вообще, Священное Писание говорит нам, что без веры в любой ситуации угодить Богу невозможно, да? То есть, когда мы рассуждаем вот над словами Иисуса Христа, Он же, конечно, прекрасно знал, найдет Он веру, не найдет, потому что Он истинный Бог. Но Он обращает наше внимание, чтобы мы задумались, как мы ходим пред Господом, как мы служим Ему, как мы ведем работу в наших семьях, в наших церквах, среди молодежи, как мы готовимся к встрече с Господом, да? Вот. То есть, в любой момент здесь на земле, перед приходом Иисуса Христа, после прихода Иисуса Христа, да, когда Он родился здесь на земле, затем, когда Он умер, воскрес, вот, опять, и затем, когда Он опять придет сюда, всегда необходимо иметь человеку самое главное, это веру. Без веры угодить Богу невозможно. Ну, и вот как вы рассуждали уже несколько дней, вот, несколько служений здесь, найдет ли Он веру? Ну, конечно же, найдет, я считаю, братья. Потому что цель Иисуса Христа – это принести эту веру. Приход Духа Святого, Дух Святой, Он опять пришел для того, чтобы обличить мир о грехе, даровать человеку живую веру. Церковь создана только благодаря тому, что Христос дает веру. Как бы посеять эту веру в сердцах человеческих, уверовавших в Него. И до тех пор, пока церковь здесь на земле, конечно же, Дух Святой руководит церковью, конечно же, не существует вера. Вера будет, да. А как только Дух Святой будет забран, что потом найдет ли веру? А вот после того, когда... Это уже другой вопрос. Правильно. Это другой этап. Бог начинает, написано, что войдет полное число язычников в двери благодати, закроется. И Бог вернется своему народу. Так вот, в этот момент найдет ли Он веру на земле? Так если это, извините, если это относится непосредственно к израильскому народу, не ко всем, а израильскому народу, Это было написано к Ересалиму или к Израилю? Ну да. Если... Вот Павел говорит, что обращается... Господь обращает благодать свою на язычников. Отчастно на язычников. Да, на язычников. До времени... Он послал ожесточение Израиля как бы до времени для того, чтобы... Вошло в полность. Ожесточение, это нужно понимать, как благость Божия к язычникам. В ожесточении сердец израильского народа. Ну, так, если выразиться. То получается, что когда в Божьем плане Господь определит, что полное число язычников вошло... Собрано. Да, собрано. Все. Значит, дверь благодати, дверь спасения закрывается. Закрывается. Для язычников. Совершаются события, о которых мы из Писания знаем. И тогда уже Господь обращает Свою милость и благодать на израильский народ. И если это относится выражение к израильскому народу, придя, найдет ли веру на земле, то это здесь не наша область рассуждения тогда получается. Да, ну опять же, братья... Паша, пожалуйста. Константин путает немножко. Почему? Потому что здесь говорится два момента разных. Приход Иисуса Христа за церковью и потом приход Иисуса Христа вместе с церковью уже судить мир. Это две разные вещи. Ну так подожди. С Иисусом Христом встреча где будет? На небе. Ну так, как написано. На небе. А Христос здесь задает вопрос и это говорит, что на земле найдет веру на земле. Так придя, найдет ли веру на земле, когда Христос придет второй раз на землю, церкви уже здесь не будет. Вот послушай, Константин. Мы говорим о церкви. Мы не забегаем туда вперед, где, если я там в откровении не сильно хорошо ориентируюсь, это на мое спасение не влияет. Но если я не буду готов и окажусь в числе пяти неразумных дел и не буду восхищен, вот это очень опасно, очень страшно. Вот ты, наверное, с хором не сильно дружишь, да? Почему? У меня жена в хорю. А вот если ты обращал внимание, по-моему, Давидюки, параллельный псалом есть и на русском языке, а вот на украинском такие слова. Молитва так слаба и вера зевияла, любови порывы пройшли, и силы не стало, и радость пропала. Молю мий Христер поможет. Помнишь, Давидюки, по-моему, такие? Да, это да. Это о чем говорит? Это говорит о том, что крик души, ведь то, что складывается, ну, стихи, потом перелаживаются на песни, на псалмы, ведь это жизненная, жизненная такая необходимая картина. Да, вот они переложили картину, что по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. А вот в нашем сборнике «Песнь возрождения» 36-98, там вот такой гимн есть. «Когда вернется в мир спаситель, найдет ли в людях веру он? Ведь мир сегодня словно ядом, грехом неверия заражен». Ну, ты дружишь вообще? Ну, ты слышал, да, и хор поет, вот такие псалмы. И вот дальше там автор говорит, «Весь мир теперь лежит во зле, лежит во зле, и веры нет почти нигде». Почти, да. Вот, да, «И веры нет почти нигде». И там восклицание такое, вот сопрано поет, «И веры нет почти нигде». Вот хочется даже аж спеть. Вот крик души, действительно, да, крик души, что вот по причине умножения беззакония, вот эта вот чаша, как сказал брат Михаил, чаша беззакония и чаша спасения. Они, эти две чаши, наполняются. Наполняются, и только один Бог знает, когда уже они наполнятся полностью, и тогда пройдет конец. Основываясь на словах. Когда вернется в мир Спаситель, каким тебя и меня застанет он. Вот в чем. Поэтому мы здесь, мы сюда пришли, да, чтобы возгревать в себе и в друг в друге веру, да, в Господа. И я так думаю, что если Господь пройдет, я всегда молю Господа, чтобы Он пришел тогда, когда я вот или на радио размышляю о Боге, или в церкви, да, или в море, да. Но бывают моменты, когда, как тоже есть один псалом, да, то ухожу далеко, то льну к тебе опять. А наш пастор говорит, ну хорошо, ты ушел далеко. А в этот момент пришел Христос за церковью. За церковью. Вот. Вот этот момент очень, очень важен и главный. Ты ушел далеко, а Христос в это время пришел за церковью. Вот. Не дружишь ли ты с миром вновь? Ты с миром вновь, забыв Спасителя о любовь. Когда вернется в мир Спаситель, Он верным ли тебя найдет в борьбе с неправдой и неверьем, и знающим Его приход. Иисус придет, быть может, скоро, ночь кончится, взойдет заря, мужайтесь и готовьтесь встретить небесного грядущего Христа. Он верных наградит венцом и их ведет в небесный дом. Замечательно, правда? А теперь я скажу по поводу... Ну, братья разрешают вне очереди. Вот тут, брат Игорь, есть. Игорь, можно я скажу по поводу того, что ты говоришь. На основании Слова Божьего, на основании Слова Божьего, Христос сказал такие слова, создам церковь и врата ада и надоели ее. То есть, когда церковь будет, пока церковь на земле, до тех пор будет вера на земле. На основании Святого Писания, когда церковь будет забрана, она будет встреча на небесах, на небесах, не на земле. На облаках. Здесь написано, найду ли веру на земле. На земле. По поводу откровения, как ты говоришь, конкретно сказано, что Христос придет второй раз к израильскому народу. Об этом тоже написано. Поэтому... Братья, Игорь, пожалуйста. Сейчас потом я скажу. Ну, как говорили вот про то, что последний язычник покается. У нас там, где мы жили, у меня был один земляк, если вы знаете, Александр Атлас. Есть такой один. С ним много мы имели общения вместе. Трудились одно время. И получается, он вот именно вот это, когда услышал проповедь, что вот последний из язычников покается, и дверь благодать и закроется. И хотя он чистый еврей, его это не остановило, бежать в церковь, даже тогда, когда не было служения. Он пришел в субботу и колотил в ворота, откройте, я покаяться хочу, потому что вдруг вперед меня покается язычник какой-то. А я еврей, который от евреев, я, который знал Бога еще с детства, и я не спасен, и я хочу спасения. И тогда бабушка в пилицию там вызвала, но как бы то ни было, он дождался воскресенья. И он пришел с покаянием к Господу, независимо от того, как в откровении говорится, вот если спасение для язычников закроется, будет ли спасение для евреев. Я хотел бы сказать моим друзьям-евреям, вы не ждите того момента, когда последний из язычников покается, и что может быть у вас будет тогда шанс. Может и будет, но может быть и нет, потому что Господь определил нам для покаяния жизнь. Написано, проповедуя Евангелие Царства для прощения грехов, для покаяния и прощения грехов. Вот это вот Евангелие, которое Христос пришел, чтобы люди покаялись и спаслись, чтобы, живя при жизни, пока еще есть время, пока еще у вас разум светлый, пока вы можете отличать худое от доброго или правую руку от левого, еще пока отличаете. Потому что, как многие люди, попадают уже в старческий возраст, и страшно смотреть. Получается, вроде бы человек мудро жил там, имел на что жить, богатство имел. Все. Но приходит время, когда Бог лишает этого, этой возможности даже покаяться. И вот смотришь на человека, и в Библии написано, что кого Бог хочет наказать, Он лишает разума. Если у вас сейчас есть разум, если вы здравомыслите, если вы можете определить и читать Слово Божие, или просто поразмыслить о великом Боге, Который все для нас сделал на земле, чтобы мы жили, имели все необходимое для жизни, но чтобы мы размышляли. Для этого Он дал нам смысл и разум, чтобы мы взвесили, что же Господь хочет от нас. И если Он хочет просто, чтобы люди пришли, покаялись и получили прощение грехов и жизнь вечную, это же так просто. Просто придите к Богу и вы узнаете, что значит настоящая живая вера в Иисуса Христа. И я просто призываю, конечно, мы сегодня рассуждаем, будет ли вера, не будет ли вера. Я хочу, чтобы у нас была вера, чтобы Господь радовался. В Исаии, в 53 главе, если вы читаете Библию, пожалуйста, откройте. Это центральное место всей Библии. Пророк Исаия, 53 глава. И в конце этой главы написано, и на подвиг души своей Он, Иисус Христос, будет смотреть с довольством, Он будет радоваться от того, что Он будет видеть, что люди, которые полюбили Бога, которые приняли и воспользовались жертвой и благодатью Бога через Сына Своего Иисуса Христа, они получили вот это спасение и прощение грехов. Я просто всем уговариваю, прошу вас, умоляю, сделайте это, пока сейчас еще время благодати. Да, прекрасные мысли. Продолжаем и прочитаем Евангелие евреям, 10 глава, послание, да, с 35 стиха. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведной верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не исколеблющиеся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Но грядущий придет, вот мы рассуждаем, придет на облаках, встреча будет на земле. Главное, мы знаем, что он будет идти, чтобы взять кого, братья? Готовых, ожидающих его, да? Еще одно место подтверждения, это опять же, Евреям 9 глава, 28 стих. Так и Христос, однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится, не для очищения уже грехов, а для ожидающих его во спасение. Вот хорошо, что брат обратил внимание евреев, не надо ждать, когда последний язычник войдет. Вот Христос придет за теми, кто ожидает во спасение, а потом действительно очень нелегкое время будет, очень нелегкое, да. Да. Дорогие друзья радиослушатели, мы, быть может, увлеклись в разговоре между собой, но мы не забываем о том, что мы вещаем в эфир, чтобы вы через ваши радиоприемники могли нас слышать, участвовать в этой передаче. Вы можете просто набрать номер телефона 429-7635, позвонить нам в студию и поделиться своим впечатлением, своим размышлением на вот эту нашу, на тему, которую мы уже третью передачу как-то пытаемся донести и себе, уяснить правильно и донести до ваших сердец. Пожалуйста. Знаете, вот, если все-таки рассуждать вот насчет этого места 18 главы Евангелия от Луки, вот Христос написано, сказал им притчу, что в одном, значит, месте жила вдова, и там был вот этот судья неправедный, и она приходила и докучала. Как бы в этой притче мы видим, что Господь поощряет людей вот, ну, к молитве, вот, к тому, чтобы доверять Господу, чтобы мы не просто вот верили, что Бог есть, да, Бог есть, ищущим воздает, но обычно, как бы, люди говорят, что, ну, Он есть где-то, но на Бога надейся, да, а сам не плашай, или как в других там местах, что осла привязывай, или дом закрывай, все равно, хоть и на Бога надейся. Вот смотрите, как когда-то Иисус Христос говорил в Нагорной проповеди, это 6 глава Евангелия Матвея говорит так. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око, и так, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. И потом он дальше говорит очень странные слова. Посему, говорю вам, не заботясь для души вашей, что вам есть, или пить, не для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, но Отец Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, сможет прибавить себе росту, хотя на один локоть, об одежде, что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Знаете, когда я смотрю вот на эту, ну, притчу Иисуса Христа, которую он говорил об вот этой вдове, которая приходила и все время просила защитить от соперника. И вот, знаете, вот мы тоже в церкви как-то, вот, ну, я просто то, что живу в церкви, вижу, как все происходит, и мы вот тоже часто о чем-то просим. И вот, например, человек заболел, заболел человек. И, ну, как это происходит? Братья и сестры, помолитесь за меня, я заболела, или заболел, да, и что дальше? И вот завтра иду к врачу, и вот когда, и вот у меня операция, или вот помолитесь за брата, которого забрали, вот, emergency, и он, значит, опираться на сердце предстоит, пожалуйста, молитесь. И вот, знаете, я смотрю на это, но и вижу, что практически вот вера, вера наша, она не очень похожа на ту, о которой мы читаем в Библии. Ну, не очень похожа. Вот, я бы так сказал, вот, знаете, у нас был один брат в это воскресенье, мне очень понравилась проповедь его, он, значит, работает с детьми, которые, сиротами. И вот они с женой, значит, в свою семью приняли несколько детей, кажется, трое, и вот они расскажут об одном сыне, которому 11 лет всего. И они его с детства растили, и вот в 11 лет, значит, жена звонит своему мужу, а он пастор, он где-то на служении, и говорит, срочно приезжай, очень высокая температура у нашего сына, у этого приемного, и, видимо, нужно везти в больницу скорую помощь. И он не знал, что делать, потому что находился далеко, и как бы не разорваться в этом, не знал, как бы, что посоветовать. Но она прервала разговор, а потом звонит ему, говорит, когда наш Дима услышал, что мы хотим сделать, они говорят, мама, вы же меня учили всегда, что по всякому делу мы должны обращаться к Господу, мы должны приходить к Нему, у меня высокая температура, ну разве Господь не знает об этом? И говорит, давай помолимся, ведь Господь дал нам это право помолиться. Высокая очень была температура, конечно, и я понимаю переживания родителей, я сам вызывал когда-то emergency, но когда он расскажет, когда я приехал назад, всего через пару дней, то сын уже был выздоровевшим, никак к кем врачам не обращались, потому что Господу вызвали, потому что Господь всегда силен спасти нас. Но если вера наша, ну есть у нас вера, что Бог есть, ну как-то и врачи есть, как-то, ну, и вроде, ну, если сердце болит, ну как же тут, без операции, я понимаю, я не осуждаю никого, поймите меня, братья и сестры, но вот когда Иисус Христос обращается к ладикийской церкви, мы понимаем, что ладикийская церковь, это как бы церковь последнего времени, то конкретно мы видим, что Христу многие вещи не нравятся, он говорит, ой, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты теплый, когда ты говоришь, что я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, и Христос говорит, а ты не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и слеп, и нищ, инак, и получается, мы думаем, что мы богаты сегодня, ну типа, ну не нуждаемся в Боге, ну зачем нам просить про еду, зачем нам говорить про пищу, когда Бог нам руки дал, здоровье, и оно вроде бы все логически, но когда это переходит к тому, что мы засуетились настолько, что среди нашей вот этой суеты, среди вот этих барахтаний в этом мире житейском не видно нашей веры, когда Господь смотрит на нас и не находит того, чтобы то, что называлось бы настоящей верой, то скорее всего вот об этом, как бы вот зов сердца Божьего к нам, но Сын Человеческий придя, Он найдет ли вот настоящую такую веру? Вот случилось что-то, вот я не думаю, что когда, например, случалось это вот в первой церкви, например, случалось, что кто-то заболел, я не думаю, что тогда были болезни меньше, чем сейчас, вот, например, написано слово их, как рак будет распространяться, они знали эту болезнь, нашу, современную, была, наверное, тогда эта болезнь, но нигде, я как бы не верю, что они, но где-то шли там на какие-то операции, или что, они знали, что Бог силен, а если бы не так, если они говорят, Господь силен исцелить, но если Господь не исцелит, все равно имя Его будет благословено, оно все равно будет прославлено, и я знаю, что многие так шли, многие шли с верой, и из-за этого мы теперь имеем вот эту веру, как бы мы имеем слово, мы, они донесли до нас веру, А вот если, например, посмотреть вот на то, как мы сегодня решаем многие вопросы, насколько мы, как бы, проявляем свою веру и верность пред Господом, то не знаю, пронесли бы мы вот нашу веру хотя бы еще два столетия, вот я, правда, братья, вот смотрю по себе, я не то, что там осуждаю кого-то, но смотрю по себе, вот чуть какая-то вот такая проблема, у меня не приходит в голову, что, ну давайте вот помолимся, или позвоним всем, чтобы молиться, сразу у меня рука к телефону, и сразу, сразу нужно врача вызывать, или службу, которая поможет, знаете, и вот может быть поэтому, как бы Христос, когда говорит, говорит, он ли не защитит, он ли не поможет, он ли придет на помощь тогда, когда нужно, он ли не, не ваш Бог, не Отец, о котором Он говорит, что я Отец ваш, я забочусь о птицах, а все живущее, вот мы, например, когда рассуждаем, вот никакие звери, никакие птицы, если они на свободе, она, ни одна из них не упадет, не останется голодная, и от голода не упадет летемший, летемший, и от болезни не упадет, вот если собака не закрытая, она если заболела, она всегда найдет все лекарства, конечно, кошки все, но если она закрыта, если она в вольере, и она заболела, то она умрет, потому что, потому что человек о ней заботится, потому что вот эти верующие люди, как мы верующие, мы думаем, что вот мы так заботимся о животных, нет, Бог все вложил в сердце человека, Он все вложил в сердца этих, или в умы вот этих животных, птиц, и они все под заботой, под охраной Господней, и Он желает тоже такой же веры от нас. Хорошо, это все хорошо, но вы мне ответьте на такой вопрос. Тут написано, придя, это значит в будущем, так ведь? Ну если так, найду ли веру где? На земле? Найдет ли. Найдет. Найдет ли веру на земле? Вера только на земле нужна, потому что там уже вера не подойдет. Опять-таки, я хочу перебить тебя, да? Я склонен к тому, что автор вот этого Евангелия, как бы от имени Иисуса Христа, как бы говорит, вот Сын Человеческий придя, он не говорит, что я вот Христос, приду ли, а не ли, а приду, и найду ли веру на земле? Он же так не сказал? Нет. Нет. Мы подошли к кульминации вопроса. Так. К чему я все это говорил? Ага. Придя найдет ли веру на земле? В то время, когда этот вопрос прозвучал. В то время, когда этот вопрос прозвучал. О той вере, которой, которая, как бы высказать правильно, живой вере. Прозвучал вопрос, да? Приду ли, найду ли эту веру? Но оно относилось тогда, когда об этом не слышали. Правильно. Об этом не слышали. Правильно. Но я тебе хочу сказать, А на сегодняшний день провозглашается об Иисусе Христе, написано, и будет проповедано сие Евангелие во свидетельство всем народам. Так? А потом придет... Конец. Да. Вот придет конец. Вот это вот слово мы почему-то часто пропускаем. Не придаем этому значения. Придет полный конец всему. Вы понимаете, друзья? Вот мы читаем в Библии, да? За Авраама. Мы читаем в Библии за Иосифа, сына Иакова. Да? Вот почему-то вот об Иосифе сказано, он говорит, я боюсь Бога. Да? Когда он научился бояться Бога? И кто его этому научил? И где он увидел примеры бояться Бога? Его отец Яков. О, стоп. Я сейчас приду к этому. Теперь. Вот мы читаем о других персонажей, да? О которых даже вот есть в 11 главе вот послание евреям, как говорят, что галерея героев веры, да? Откуда они почерпнули познание верования в Бога? Вот хорошо, что допустим, вот мы, поколение наше, да? Ну, мы примерно так, одного возраста, да? Плюс-минус. Родили детей, и если представь, вот если бы было так, люди родили детей и умерли. Эти дети и множество еще таких их возраста детей росли. Растут, растут до времени, пока они определяются в свое семейное положение, женились, родили детей и умерли. И опять вот это молодое поколение вырастает без родителей, то есть не на кого посмотреть и не с кого взять в пример, к примеру, да, вот. То еще действительно было. Но хорошо, что Господь так определил вот рождение, периоды появления людей на землю, что вот мои внуки, допустим, это уже получается как? Третье поколение, да? После меня. Мои внуки, они видят жизнь своего деда и бабушки. И каким-то образом, может быть, так изредка, может быть, как бы невзначай, но они подглядывают, подсматривают за жизнью деда и бабы. И они смотрят, ага, по воскресеньям они ходят в церковь. Потом у них вот есть время, они на спевку бегут, едут. Вот у них есть среди недели собрание, они на собрание идут. они, может быть, и не ходят, их, может быть, и не влечет, их, может быть, и не тянет пока, но они это все видят и принимают, воспринимают. А потом, когда приходят в возраст, начинают вспоминать, а вот мой дед, он по средам ходил в собрание. Значит, это было правильно, пойду и я. А вот мой дед ходил, когда был еще при молодости, на спевке в хоре пел в церковном. А я все насмехался и говорил, да что ты там, у тебя ни голоса, ни слуха, вообще бесталанный, да? А он в хоре пел, а потом, когда придет в возраст и вспомнит, а мой дед ходил на спевке и пел в хоре в церкви. Пойду и я. То есть, вот эта преемственность, у них есть с кого взять пример. Поэтому здесь у нас мы сегодня рассуждаем, что вера, которую вот мы передаем детям и внукам нашим, потом мы уходим, для нас уже пришествие как бы не столь ну или важно или значимо, когда Господь у нас жизнь прекращает на этой земле, то мы уже не дожидаясь его второго пришествия на землю, мы уже как бы соединяемся с Господом. Правильно, да? Духом, да. Ну, это уже понятно, это уже технология, так называется божественная технология, когда, в какой период времени, это уже не от нас зависит. Вот. То, вот, вера, которую мы имеем, не то, что вера в то, что я сейчас пойду и исцелю кого-то там, восстановлю ему зрение, там, или он хром на обе ноги, он не ходил от рождения, я пойду его... Нет, не этого требует сегодня Господь наш от нас, но, а от того, то, чтобы мы сердцем веровали, устами исповедовали, вот как написано, да, что если будешь устами исповедовать, а сердцем веровать, то спасен будешь, правильно? Вот какой веры сегодня ожидает от нас Господь. Вот ты правильно говоришь, исповедовать и веровать, да? Так. Как же в послании к римлянам в 10 главе в 17 стихе вера от слышания, слышание от слова Божия, так? Но придет конец, вот я привел к чему, придет конец, написано в Библии так же, что настанет время, когда будут искать слово Божие и не смогут найти. Ну, это опять-таки, это не в наше время и не в наш период времени. Костя, пойми правильно, Так поэтому я подчеркиваю, что конец придет, конец придет, тогда, когда уже, когда уже веру на земле найти будет невозможно. Да, братья, мы очень глубокие мысли, но если так вот посмотреть, вера начала существовать на земле со времен создания человека. Согласны, да? И действенная вера в Библии, она отображается через Авеля. Авель принес верою, мы вспоминали мужей веры, жертву лучше, нежели Каин. То есть, начинает Авеля, отображается эта вера, вера в Ветхом Завете просматривается во многих личностях, поверила в Рамбогу, вменилась это в праведность, да? И очень ряд верующих людей Ветхого Завета. Теперь вера Нового Завета через Иисуса Христа просматривается. Это во время уже создания церкви, вот, церковь сейчас продолжает создаваться, укрепляться. Настанет момент, брат отмечал, что церковь возьмется с этой земли. Ну, а затем переходит дело к израильскому народу. Давайте мы прочитаем Римлянам 11 глава и опять же звоночек, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер, братик, приветствую вас. Приветствую, сестра Лидия. Это Лидия, сестра Лидия. Вы знаете, я, конечно, как это, женщине не положено там, допустим, учить, так правильно ведь написано, да? Ну, размышлять можно. А? Размышлять можно. А что? Размышлять над Словом Божьим. А, размышлять. Вот, знаете, я тоже очень размышляла. Я размышляла и, ну, молилась Господу вот об этом, о чем задают вопросы. Вот вы, братья, задаете вопросы. И вот, знаете, вот у меня, допустим, вот такие, вот такое сложилось мнение на основании Слова Божия, что сейчас мы переживаем наше, наше время, лаодикийский период, то есть охлаждение церкви, ну, это все замечают и говорят по этому, по радио говорят, и говорят проповеди, все, лаодикийский период, то есть какое-то немножко охлаждение в вере. и вот написано еще, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот. Теперь, значит, еще пришел перед... Вот, значит, сейчас... Приемничек, да. Я тебе записала. Да. Звук уберите, приемничка, идет наводка. Алло? А приемник приглушите, пожалуйста. А я совсем его выключу? А, спасибо. А, вот есть от него подальше, да, наверное? Да, конечно. Ага, вот так, наверное. Вот, значит, по причине умножения во многих охладеет любовь. Теперь, значит, Господь говорит, мудрые девы неразумные 50 на 50 получается, 5 на 5, да? Вот, это ведь тоже много. Это девы, которые не будут готовы. Но это я понимаю, что это все-таки церковь, церковь, значит, потому что они все ожидали жениха, написано, что они все ожидали жениха. А вот, значит, 50 на 50. А вот, я так думаю, что, ой, как вот нужно приготовиться, церкви приготовиться, потому что каждый человек там, допустим, знает, а знает о себе все, какие недостатки, с кем он не примирился, на кого может обиделся, значит, вот, самое, исповедовать все свои согрешения, чтобы быть готова. Я, например, очень сильно ожидаю пришествия. Почему? Может, потому что я болею, там, или вот такой возраст уже, я уж так исповедовала, столько, все вспоминала, что перед Господом, и каждый день, и каждый день, значит, вот, самое ложась и вставая, как говорится, молитва. Но это я не то, что там хвалюсь, я просто это то, что во мне, что есть, вот так я и говорю, что там, значит, вот, потому что у меня вот такой вот возраст может быть, поэтому... А вы стих приготовлены, сестра, люди? А? Стих приготовлены? А что? Стихотворение. А, стихотворение? Ага. Да, хорошо, но это самое, я бы хотела сказать, знаете, еще что? Вот, я хотела сказать, что Господь нас говорит, что бодрки и молитесь, чтобы не впасть в искушение, что вот действительно мы все молились и бодрствовали, и чтобы не впали в прикус. Так, вот я думаю, что, вот мне так подумала, что вот, может быть, к этому все Господь говорит. Да, есть стихотворение. Моя душа хвалить не перестанет, а хоть светлый день, хоть ночь и день настанет. Одной мечтой моя душа полна прославить Господа Христа. Ты мой творец, ты мой учитель, моей души путеводитель, открылся в жизни ты моей, что стала дочерью твоей. Зачто ты возлюбил нас грешных, чтобы отдать себя на крест, чтобы не плакали мы безутешно, осознавая свой тяжелый грех. Ведь мы, Господь, твое творение, и ты безмерно любишь нас. Как мы детей своих прощаем, ты также и прощаешь нас. Порой крест несем тяжелый, ничем нам не сравнить крест твой. В состраданиях он обогрен кровью твоей причистой и святой. За что, за что любовь такая, злые и недобрые грехи ты все взял на себя, тем нас освобождая, чтоб нас к тебе до неба довести. Аминь. Слава Богу. Благодарим сестра. Продолжая наше рассуждение, вот как раз сестра Лидия тоже напомнила, чтобы мы дорожили верой. Римлянам 11 глава мы прочитаем давайте 19 стиха. Ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием. Это говорится о израильском народе. А ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. Итак, видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. И ниже также мы читаем. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости видения Божья, как непостижимы судьбы его, несредимы пути его. Ибо кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он положил быть, чтобы должен был воздать. Ибо все из него, им и к нему, ему слава вовеки. То есть мысль, будет ли вера на земле, братья, Бог создал землю для того, чтобы здесь была вера, для того, чтобы человек был верующий. И до тех пор, пока земля существует, Бог будет продолжать работать. Вот как в Ветхом Завете он работал с Израилем, как в Новом Завете он работал с церковью, и сейчас работает через Духа Святого, и он знает, как подойти к сердцу, он знает, куда послать благовестников. И после того, когда церковь восхитится, здесь все равно останутся возможности для израильского народа. Мы прочитали, весь Израиль, ибо ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет Асиона Избавитель и отвратит нечесть от Иакова. Весь остаток спасется. То есть, после восхищения церкви, Бог будет работать с остатком Израиля. Как он это сделает, мы можем, это отдельная тема. все принадлежит в руки Бога. Как здесь знаю, о бездна Бога сопримут все ведения Божьи. Все будет непостижимо. Все Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. То есть, Он придет. Правильно. Да. Правильно. Значит, мы можем на следующую радиопередачу поговорить о пришествии Иисуса Христа, но есть, мы читаем в различных местах, написано один, так говорит, другой, так говорит, третий, так говорит, но в общем, наверное, концепция одна, что Господь придет, а уже каким образом? Образом. Да. Уже это... На Ионской горе написано. Ну да, это опять-таки было многим откровение многие как бы получали познание вот в этой области, но опять-таки они оставались людьми и до конца они не могли вот как подобно Даниил, он говорит, а что же будет, когда же будет, а как это будет? А ему сказано, а ты, Даниил, иди, что ему концу, упокойся, успокойся, там уже без тебя разберутся, как бы, вот, а ты вот передай то, что тебе открыто, ты передай, а написано так, что открытое принадлежит нам, а сокрытое оно принадлежит Богу. Дорогие друзья, мы будем скоро заканчивать нашу передачу, если кто-то еще пожелает позвонить, пожалуйста, у вас есть 3-4 минуты для того, чтобы пообщаться с нами и что-то сказать свое мнение, пожалуйста. так все-таки будет вера. Будет вера, слава Богу. Да, конечно. К общему знаменателю. Для того здесь, чтобы утверждать истину, да. Главное, чтобы она была качественная, как вот брат напоминал, с плодами, чтобы она живая была вера. Павел, Павел, Поэтому мы пришли на радиопередачу, правда, Константин? И ты же сюда пришел верою, правда? Аминь. Духом, Духом, Святым. Да, имея веру в то, что нас услышат. Да. И веру в то, что Христос воскрес, умер за моих грехи, и воскрес в третий день для моего оправдания, и вознесся в славе, и сейчас Он ходатайствует за каждого из нас, и за каждого человека, живущего на земле. Так что, дорогой друг, поторопись сделать этот шаг примирения с Богом, потому что завтрашний день не во власти человека, и он может не настать. А для многих он не настал и не настанет. Но выбор за тобой, и этот выбор дано сделать человеку здесь, при жизни, на земле. После смерти выбора уже не будет. Да. Ну, что хочется сказать? Я хотел бы еще пожелание небольшое для всех наших радиослушателей, которые живут в Америке. В это воскресенье мы празднуем праздник Троицы. Это очень замечательный праздник, когда говорим о Духе Святом, который сошел когда-то на апостолам. Это было рождение церкви. И мы в этот день будем говорить много о том, как Дух Святой касается сердец. И написано, ныне, когда вы услышите глаз Божий, не ожесточите сердец ваших, как пустыни во время ропота. И я хотел бы всем вот такое пожелание в это воскресенье, когда вы будете слышать, или, может быть, вы не планировали пойти на собрание, пойти в церковь, пойти в Дом Божий. Но если вы будете внимательны, и Дух Божий позовет вас к тому, чтобы вы пришли в Дом Божий, пришли к Богу и услышали Слово Божие, то когда вы услышите Слово Божие, не ожесточите ваших сердец. Сделайте ваши сердца способны к тому, чтобы слышать Господа, слышать Дух Святой, который приведет вас к Иисусу Христу, который прославит Господа нашего, Иисуса Христа. Пусть будет благословено и прославлено имя нашего Господа, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Пожалуйста, брат Костя, закончите молитвой наше общение. Господь, Отец Небесный, Владыка неба и земли, хвала Тебе и благодарность за Господа нашего Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, что Ты сохранял нас до сей минуты, даруя нам все необходимое для жизни и жизни благочестия. Благодарим Тебя за Твое живое Слово, которое Ты оставил нам, чтобы познавать волю Твою и жить по Слову Твоему. Благодарим Тебя, Господь, что Ты нас не оставил сиротами, пославил Духа Святого на землю, чтобы донести эту истину и расширить веру среди людей. Слава Тебе! И склонившись у ног Твоих, молим и просим Твоей милости и Твоего благословения. Благослови каждого слушателя передачи. Благослови, чтобы Слово Твое, которое звучало, достигло сердец и произросло, и принесло плод во сто крат. Благослови, Господь, и нас, рабов Твоих, надохни Духом Твоим, чтобы оставшееся время, которое Ты предназначил нам здесь, на земле, прожить так, чтобы Ты сказал, добрый, верный раб, войди в радость Господина Твоего. Прославься в жизнях наших, наш любящий Бог. Аминь. Сухое дерево не радует плодами, цветами нежными.